Доброго времени суток! Данный расклад для Марины. И мы сегодня будем с вами смотреть три варианта развития событий. И в каждом из трех вариантов еще по два варианта с перспективами. Но вот здесь вот что мы будем смотреть в каком порядке? Я вам расскажу, объясню сразу. Вот как вы указали А, Р, Т. Так у нас и будут идти варианты. Первый вариант это вариант А. И здесь мы посмотрим, что будет, если вы будете брать курсы дополнительные обучения и платить за них. И что будет, если вы не будете брать курсы, не будете за них платить, получится ли у вас пройти благополучно ситуацию с трудоустройством. Первые вопросы, которые мы задаем, это если вы не берете курсы в первом случае, в случае А. Мы рассматриваем сразу по каждому варианту всю общую картину, чтобы отдельно потом не рвать вот эти варианты по нескольким частям. То есть полностью всю информацию по первому варианту, которую вы запрашивали, по второму, потом по третьему. Итак, вариант А. Что будет, если вы не берете курсы? Насколько комфортно вам будет эмоционально? Что даст по трудоустройству? Получится ли у вас? Что даст финансово данная ситуация? Следующая картина. Если вы возьмете курсы, насколько вам будет комфортно в этой ситуации эмоционально? Трудоустроитесь ли вы? И что вам это даст финансово? Это первый вариант, разбитый на две части. Если вы не берете курсы, если вы берете курсы. Значит так, если вы не берете курсы, мы открыли первый вариант. Если вы берете курсы, что получается у нас здесь? Ну смотрите, картина в принципе ясная сразу. Если вы не берете курсы, то вы будете действовать интуитивно, но вам будет не слишком комфортно эмоционально в ситуации трудоустройства. Позиция, которая говорит о том, что по трудоустройству что может получиться? Получится ли трудоустроиться? Карты говорят о том, что несмотря на то, что теоретически вы можете сдать, пройти собеседование, сдать экзамен, грубо говоря, так это назовем. Будут некие манипуляции извне, которые вам не позволят этого сделать. Соответственно, в итоге вы не получите финансово ничего. У вас будет перерыв, отдых, то есть вы на работу в таком случае не устроитесь. Если вы берете курсы, во-первых, вы получаете учителя. Прямо напрямую карта учителя выпадает у нас. Следующий вопрос по трудоустройству. Ну это нормальный официальный подход, то есть это действительно трудоустройство, это определенные требования. Что касается финансовой сферы, то здесь мы видим карту, которая говорит о том, что вам будет это приятно. Те деньги, которые вы будете получать, они могут быть вам действительно приятными, но при этом вам периодически придется в данном случае как будто бы забирать чужое. Достаточно хладнокровно. Что это означает? Возможно, это означает то, что если вы здесь заплатите, ну во-первых, вы попадаете на работу, видите, лодочка у нас выпадает. Вы на ней едете за границу, скорее всего, потому что здесь у нас ложится карта, которая отвечает за заморские путешествия. Вы выразимся так. И мы видим, что вы действительно можете трудоустроиться, но вы как будто бы вырвете это место у тех, кто не взял курсы в данном случае. И если вы все-таки вы учитесь, то в таком случае получается, что вы у нас трудоустраиваетесь. Забирая как будто бы в виде конкуренции у кого-то это место и все-таки оформляете документы с отъездом за границу. Вот это первый вариант, который шел у нас по варианту А. Второй вариант мы сейчас будем рассматривать. Это Р. Вариант Р. Вот его мы сейчас тоже посмотрим. И посмотрим тоже и в той, и в другой ситуации. Если вы берете курсы или если вы не берете курсы, что это будет вам давать? То есть, насколько это финансово будет удовлетворительно для вас? Занимаете ли вы эту должность? То есть, получаете ли вы эту работу? Все вот эти моменты сейчас мы, естественно, посмотрим. Вариант Р. Номер 2. Если вы не берете курсы, насколько вам будет в данной ситуации эмоционально комфортно при сдаче экзамена, что по трудоустройству у вас? То есть, трудоустраиваетесь ли вы в этом случае? Что вам это дает финансово? Следующий вопрос, который мы смотрим, это если вы возьмете курсы, насколько комфортно будет вам эмоционально, что это вам даст по трудоустройству и что это даст финансово? То есть, получите ли вы эту работу, если вы не берете курсы и если вы берете курсы, и что вы в том или ином случае сможете заработать в данной ситуации? Сейчас мы это все будем рассматривать. Первый вариант, если вы не берете курсы. Ну, вот здесь, смотрите, тоже выпадают карты, которые говорят о том, что если вы не берете курсы, вам будет очень дискомфортно эмоционально, вы можете испытывать давление. То есть, возможно, вам это будут ставить на вид, и будут люди, которые будут решать вашу судьбу в этом смысле, в данной ситуации. Обращать на это внимание, и как раз по той причине, что курсов нет, они вас отвергнут. Что даст по трудоустройству? По трудоустройству здесь все-таки есть некоторый вариант того, что если вы на определенном этапе принесете некий подарок или все-таки как-то вложитесь материально, то есть, если вы подхватите потом там какой-то хвостик курсов или, например, попросите личную платную консультацию или еще что-то, то в итоге, может быть, в таком случае вас возьмут. Но это маловероятная ситуация. Финансово, опять же, мы смотрим ситуацию, которая не говорит о получении денег, но говорит о том, что вы можете надеяться на то, что в следующий раз вы все-таки трудоустроитесь и уедете или вам предложат какую-то несколько иную работу. Если же вы берете все-таки курсы, то здесь мы видим первую позицию эмоциональный комфорт. Это будет некая стабильность от того, что вы понимаете, что в эту ситуацию, в разрешение этой ситуации вы вложили деньги, вы их копили. По всей видимости, я не пойму, то ли это дороже немного обучения получается, или если обучение одно и то же, то почему-то в этом втором варианте R, когда вы берете курсы, у вас включается некий режим накопления. Это значит, что вам за определенное время придется накопить сумму и, соответственно, может быть, ее несколькими частями можно будет здесь внести. То есть вот этот вариант, он какой-то предполагающий действительно накопление. По трудоустройству что даст? Опять же ложится карта, которая говорит о том, что вы можете участвовать в конкурсе. И здесь будут люди, которые будут друг у друга стараться, скажем так, это место забрать. И у вас есть шансы, если вы будете действовать быстрее, чем окружающие, если будет соображалка работать лучше, и вы найдете человека, который вам здесь сочувствует, то есть симпатизирует, например, кто-то из членов комиссии, например, то в таком случае здесь есть карта, которая отвечает за то, что да, вы действительно уезжаете, действительно вы можете получить и принять решение об отъезде. Но этот отъезд какой-то все равно, вы знаете, мне он не очень нравится, он несколько спорный, как будто бы в нем есть некоторые скрытые моменты, которые все-таки зависят от личных предпочтений того, кто будет экзаменовать вас. И вот этот момент как раз таки может нам говорить о том, что на сегодняшний день, если вы возьмете это обучение, то есть препятствия, с которыми вы можете столкнуться в отъезде. То есть это во втором варианте тоже не гарантирует вашего отъезда за границу в том виде, в котором вы его представляете. Может быть, знаете, как будет? По истечении курсов вам помогут, предложив другую работу. Например, не здесь, не конкретно в этой организации, не конкретно на варианте 2. Может быть, чем-то заменят, но тем не менее предложат ехать. Это второй вариант, который под буквой R у нас шоу мы рассмотрели. Следующий вариант мы смотрим букву T. И здесь мы посмотрим то же самое с вами. Мы рассмотрим ситуацию, если вы берете курсы, и если вы курсы не берете, что это будет для вас? Что это принесет вам финансово? Получится ли у вас трудоустройство в том или ином варианте? То есть что из этого наиболее все-таки благоприятное из всего? Давайте смотреть так, опять же. По варианту T, третий вариант. Если вы не берете курсы на комфорт эмоциональный, две карты здесь у нас выпадали, я их так и оставлю. Получите ли вы эту работу? Что это вам даст финансово в данной ситуации? Ну и если по третьему варианту, варианту T, вы берете курсы тоже, насколько это будет комфортно для вас эмоционально при сдаче экзамена, получится ли трудоустроиться, и что это вам дает финансово? Здесь две карты выпадают. Давайте смотреть. Прямо у нас такая симметрия получилась. Там две, здесь карты две выпали. Но, наверное, что-то нам колода по этому поводу хочет сказать. Не будем отказываться, лучше послушаем, что она нам говорит. Насколько комфортно вам будет эмоционально здесь, если вы не берете курсы? Вы знаете, с одной стороны, первое ощущение подарка судьбы сменится пониманием того, что нужно действовать и трудиться. Здесь мы можем видеть ситуацию, когда вроде бы у вас есть все знания, умения и навыки, и вы можете все, вы уже здесь как будто бы человек, достаточно имеющий знаний, но при этом вам скажут, что сразу вы, допустим, не устроитесь, или, как вы и говорили, карта Ждун выпала, то есть это более длительное ожидание, трудоустройство. Здесь тоже, опять же, не получается отъезда сразу же, а отъезд получается только через некоторое время определенное. Что касается карты, которая отвечает за финансовое благополучие, то вот эта карта, как раз-таки эта позиция, говорит о том, что здесь вы получите выплаты просто позже, чем вы ожидаете на сегодняшний день. Если вы берете курсы здесь, то тоже мы посмотрим, к чему вы можете прийти таким образом. Первое, что мы смотрим, это эмоциональная комфортность. Это уже знакомая вам ситуация, которая, в принципе, будет для вас абсолютно скучно, и никаких встрясок вы здесь не увидите, хотя оценивать ситуацию эмоционального комфорта вам все-таки предстоит в данном случае. Вот что даст по трудоустройству, даст вам переживания, потому что вы будете понимать, что вы потратили деньги, но здесь проводятся некие манипуляции, которые в конечном итоге для вас прояснятся, и вы будете иметь достаточно веса и силы для того, чтобы, да, заключить этот контракт, но это как-то, знаете, пройдет через определенную нервотрепку. То есть это не получается все само собой, у вас какие-то переживания, тем не менее, с этим связаны. Финансово это некий спорный момент, который говорит о том, что на обучение вы потратите здесь, естественно, деньги по этому. То есть если вы берете курсы, естественно, вы потратите на обучение, и тогда в результате вы будете спорить сама с собой, поскольку деньги вы получите, но разница между тем, что вы получили, и тем, что вы потратили, будет не настолько решительной, чтобы за нее стоило грандиозно как-то бороться. И вы будете стараться подойти как-то по-новому к этому отъезду, для того, чтобы все-таки получить деньги из еще не слишком известных вам источников. Вот поэтому, то есть может быть, грубо говоря, какие-то шабашки будут. Переведу на русский язык то, что я говорила сейчас. Но вы этого еще не знаете, не предполагаете. Но видите, у вас практически одна и та же карта на финансы в нескольких выкладках падает. Она говорит нам о том, что вы в итоге после долгих переживаний, здесь и многих каких-то волнений, будете довольны тем, что вы получите. Какие-то все неизвестные моменты вы преодолеете, и для вас будет работа прежде всего по сердцу, которая даст вам возможность, ну еще и помимо всего и прочего, заработать. Еще раз резюмирую по данному раскладу. Здесь вас ожидает победа, то есть вы с помощью хитрости, дипломатии или оплаты за курсы все-таки трудоустроитесь. И первое, что мы смотрим, если вы здесь не берете курсы, то тогда вы имеете знания, но может быть резкий для вас промежуток и ошибка некая в документах, которую вам придется решить по этому варианту. И все-таки вас ожидает трудоустройство и отъезд, но через какую-то, как будто бы ступень, как будто бы не сейчас, а через время. Он оттянут, потому что лежит карта ждуна. Но, тем не менее, вы к своему удовольствию можете здесь заработать все-таки деньги, хотя начнете работать позже, чем если вы, например, на первую работу пойдете. Если курсы вы возьмете, то здесь тоже все пройдет в штатном режиме, как бы эмоциональный комфорт. Я бы не сказала, что это будет бурная радость, но, по крайней мере, каких-то очень серьезных переживаний с вашей стороны я здесь не вижу. Однако, что касается уже трудоустройства после экзамена придется немножечко понервничать, но в конечном итоге вы получаете здесь контракт. Однако, заработок является, если вы все-таки выбьете более ранний отъезд, чем по ждуну, то в итоге получается, что вы уедете, сможете преодолеть все, что встает на вашем пути, некоторые трудности. Но ваш заработок будет урезан, естественно, на сумму, которую вы оплатите за курсы, то есть заработок в данном случае не будет грандиозным каким-то и очень серьезным. Поэтому, конечно, просмотрите еще раз все три варианта. Ну, то есть у нас, грубо говоря, шесть вариантов развития событий. Первые, это по первому варианту, если вы берете курсы, если вы не записываетесь на курсы, ну и также по двум оставшимся вариантам. Получается такое резюме от карт, на мой взгляд, хотя, ну, здесь я скажу так, чисто на мой личный взгляд, первый вариант, когда вы берете обучение, наиболее перспективен. Если курсы не брать, то тогда третий вариант, который Т, который номер три, буква Т. Если брать курсы, то тогда первый вариант, буква А. Ну, вы тоже, вы можете посмотреть еще несколько раз этот расклад, обдумать все, что нам здесь показали карты, и так, как вас устроит, так, как вам нравится, так и принять решение по данной ситуации. Я в любом случае желаю вам удачи, благополучия, хорошего разрешения данного вопроса, которое будет для вас благоприятным. Я желаю вам удачи, до встречи, до свидания.